Рубрика «Губерния. Все 20 лет» снова в эфире, и значит мы услышим новостью 4 сентября прошлых лет с подборкой самых интересных. Вячеслав Коренев, слава, здравствуй. Добрый день. Что было в этот день? Ну, самое главное, что в 2013 году, именно в этот день, был пик паводка в Хабаровске. Я думала, что 8 сентября. А вот многие так думают, потому что уровень был 808 сантиметров. И отложилось, что 8 сентября, наверное. Да, на самом деле было 4, а уже 5, а вода постепенно пошла на спад. В 2007 году в Хабаровск приехала комиссия ООН, которая изучала загрязнение Амура. Ну, это, получается, случилось через пару лет после этого пятна китайского, которое пришло. Да, да, собственно, поэтому... И тогда поставили уровень загрязнения очень грязный. Ну, и, кстати, под влиянием ООН китайцы взялись за ум, и после этого вода значительно чище. Сейчас у нас, по-моему, уровень просто грязный. Да, да, раньше был просто грязный. Ну, и в 2011 году была реформа часовых поясов. Помнишь, их число сократили? Я помню. И мы перешли на летнее время, и тогда светало кое-как в 11, а то и в 12 зимой. Нет, это просто два события, они в одном году были. Сначала отменили переход на летнее и зимнее время, а потом уже решили сократить число часовых поясов. Я, если честно, рада, что мы остались на зимнем. Да, это вообще объяснялось тем, что чиновникам и бизнесменам неудобно вести деловые переговоры с Москвой. Разница времени слишком велика, поэтому было принято решение осенью сократить часовые пояса. Но при этом каждый регион решал самостоятельно, в каком именно часовом поясе ему быть. И в результате в Приморье и в Якутии разница времени с Москвой стала составлять 6 часов, а в Хабаровском крае осталось прежние 7 часов. С соседним дальневосточным регионам это было очень неудобно. И Хабаровск уже готовился тоже пожертвовать одним часом, но это не понадобилось. Против реформы времени стали протестовать жители Камчатки, которых перевели в другой часовой пояс раньше всех. На час времени нас украли, и дети гуляют в темноте, это во-первых. Потом она пойдет в школу, это тоже как бы накладывается, что у нас сейчас неспокойное время, и темнота нам совсем не нужна. Окончательное решение вопроса часовых поясов отложили тогда на неопределенное будущее. И пока все по-прежнему. В сентябре 2014 года в Хабаровске открылась первая школа русского языка для мигрантов. К тому моменту едва ли не большую часть таксистов и водителей автобусов в городах России уже составляли мигранты. Языковой барьер между ними и пассажирами стал очень большой проблемой. И всех гастарбайтеров обязали к Новому году сдать экзамены и предоставить документы о знании русского языка. Исключение сделали только для тех, у кого были аттестаты зрелости советского образца. В СССР русский изучали все. Остальные стали срочно его учить. Сестра, она какая? Она женского рода. Да, она женского рода. 4 сентября того же самого 2014 года в Хабаровске случился песочный скандал. В конце августа на Комсомольской площади открылся первый в истории города международный конкурс фигур из песка. На него приехали скульпторы из Финляндии, Франции, Италии. А главным украшением площади стала композиция памяти Владимира Высоцкого. Хабаровского художника Владимира Антонова. Однако, простояла она всего три дня. Утром 4 сентября в редакцию новостей губернии позвонили возмущенные хабаровчане. Я не могу, у меня даже сердце кровью обливается. Почему из-за каких-то вандалов должны страдать нормальные люди, не увидев такую красоту? Ну, это же невозможно просто. Официальной причиной разрушения песчаных скульптур стал вандализм горожан. Рядом с фигурами стали фотографироваться и даже пытаться на них залезть. В результате некоторые получили повреждения. Но по неофициальной информации, площадь заранее расчистили, чтобы приготовить к торжественным мероприятиям, которые там планировались. На сегодня у меня все. Проект губерния «Все 20 лет» продолжится завтра. 5 сентября было много интересного. Впрочем, как и всегда, новостях губернии. Продолжение следует...